всем еще раз привет это второй матч против коляна идем и совсем соглашаемся смотрим что возьмет на индусы чуть-чуть бы у него даже на мага бы хватило вот было бы веселуха на самом что не хватает всего 140 тысяч но на сотенку то у него накопилось нормально может себе позволить даже в принципе скин клонер он может купить себе сейчас берется реролл я его понимаю очень же не хватает когда их только два выбор неплохой очень надеюсь что в этот раз погода будет немножко более нам благословно да хорошая погода хорошо монетку выбирает оппонент опять очень жаль мы сейчас опять будем защищаться скорее всего у нас на самом деле уже есть отлаженное начало это колен атакует ловит 2 2 единички две двойки перебрасывает и получает то же самое самое то мне кажется надо поддерживать традиции опять защита делаем все как обычно дарника на сей раз у нас товарищ с блоком блицеры по краешку потому что у них мой большой остальные ближе к центру погнали кто-то подсказывает мне что на этот раз колен хочет атаковать побыстрее что он не делает стеночку смерти на 8 может быть есть некоторая вероятность что он прежде чем будет делать блоки он все-таки где сделает позицию сначала блиц блиц это хорошо если у нас хороший блиц мы можем сделать блиц в кракси гора и даже подбежать к месту падения меча раз два три четыре пять шесть семь восемь у нас это не особо устраивает можем навязать ему контакт этим за у него будут по нам блоки нет не устраивает что же можно можно в принципе повалить кракси гора план довольно неплохой давайте попробуем мы здесь немножко закроем и даже наверное оставим его в одиночество стоять конечно с одним гф и получается но я надеюсь все будет хорошо там плюс мы не прокинули ничего страшного вот так красота я даже думаю мы останемся здесь не хочется делать грешки конечно можно конечно сделать два гф и там вот попробовать вот так вот что-то побежать сделать какую-то угрозу но реролы вот тратить реролы на какую-то фигню на самом деле мне сейчас совсем не хочется совсем не хочется так ты у нас повышаешь получаешь повышение переходишь в разряд сейфти вас я трогать не хочу может быть вот так вот фланги прикрыть хотя бы с одной стороны вы ребят стойте где стоите большой вопрос что делать с раннером можно конечно побежать и сделать на его половине здесь угрозу это заставит вот по крайней мере этого завра отвестись назад может быть даже сделал меня блиц восьмая броня не хочется можно рискнуть и подойти есть неплохой шанс что он упадет в эти клеточки это больше половины шансов но два гфи два гфи это как-то очень много еще и раннеры подставлять зачем так рисковать не ясно мне не ясно наших в принципе здесь хватает здесь у нас свободный игрок есть вас еще повалить надо если я тебя здесь убираю то здесь у нас в принципе можно делать быструю атаку надо кого-то переводить на этот фланг ладно мы ради зрелищности играем правильно давайте сделаем это просто возьмем и подойдем сюда я даже верил потрачу давай подойди может быть я об этом еще пожалею может быть может и нет сейчас посмотрим так раз у нас такая пошла заварушка может быть даже стоит подойти нет не будем не будем держим немножко свободных игроков теперь мячик лежит в стакл зоне у нас есть магнит для блица поэтому здесь у нас более-менее вольготно потратили реролл тем не менее у нас есть интересный вариант сейчас так пока постараемся не расстроить детишек хочется просто еще чтобы игра немножко зрелищно была можно конечно прям вообще сушить все как я это люблю но попробуем попробуем все таки сделать что-нибудь интересное отлично нас не повалили это хорошо здесь у нас в принципе есть дорога блицеру он может если ничего не выйдет у него он если вдруг он не поднимет мячик мы сейчас прибежим сюда помогать о как он решил интересно сделать это неожиданно мне казалось что он будет все таки держать раннера а куда он будет прятать мячик о отлично рерольчик 2-2 хорошо он преролом счет уже сравнялся замечательно так он сейчас хочет завра освободить только непонятно куда он его собирается сейчас уводить давай второе движение отлично стрелки замечательно все замечательно свободный завр куда же он пойдет свободный завр хочет встать в лицо по раннеру таким же успехом можно было этого завра оставить на мече и подойти потом сюда но на самом деле наверное его способ даже лучше потому что он точно совершенно уверен в том что вот этих товарищей он законтролировал я вот не понимаю почему он до сих пор не поднял кроксигора на самом деле для меня загадка о может быть он хочет им доджиться мало ли так отлично мячик он собирается немножко сушить хорошо трудновато почему он не поднял кроксигора потому что не хочет чтобы я его выталкивал но я бы не стал его выталкивать потому что потому что собственно это много бросков и велик шанс что они как бы не сработают все таки даунтлесс это 3 плюс 3 плюс это не то чтобы очень сейфов так у меня все стоят хорошо блиц пойдет вот в этого скинка пойдет быть бородой потому что борода имеет шанс больше свалить мы сейчас обрабатываем вот этого завра куда-нибудь назад наверное даже да да отлично блицер скорее всего остается на содержать кроксигора причем мы наверное его куда-нибудь вот сюда поставим чтобы кроксигор с блица не смог ну хотя даже просто если даже встанет потом когда он будет бить через ход не смог подойти кому-то еще поэтому да иди сюда просто идет блиц хочется уронить сюда и подойти в контакт встать отлично следуем пробился молодец подходим так ранер у нас не будет сильно рисковать мы сейчас просто немножко поляну зачистим и посмотрим что он будет с мальчиком делать у нас остались единичные кубики можем на самом деле сделать два куба здесь но не хочется его в центр уводить поэтому не будем его вводить он все-таки у нас как сейфти мало ли что сможет вот так сюда передать как-нибудь я не знаю как это организовать но он вполне может потом куда-нибудь сюда убежать если он здесь встанет то у меня будут проблемы если здесь никого не будет поэтому стой здесь товарищ здесь мы будем делать однокубовой блоки и вставать стеночкой у нас даже два кубика получается отлично одного гнова мы освободили и он у нас идет куда-нибудь куда-нибудь сюда так до куда у нас добегает этот скидк практически не до куда поэтому мы вот сюда встаем более-менее к центру замечательно замечательно и продолжаем однокубовые блоки сюда увозим остаемся прекрасно и последний блок и следу так все нас более-менее устраивает скинк лежит скинк под ударом свободный меченосец у нас здесь уже нормально народу целых два гнома бороды небольшая зона влияния здесь поэтому он сюда не побежит если побежит то будет опасно у нас здесь довольно маленькая зона влияния здесь но если он сюда убежит то у меня тут довольно много народу и все они довольно легко освобождаются так что опасно все это находит пятерочку так наверно держись тебя назвали в честь одного персонажа элементарь прачета это был такой бородатый но очень интересный интересный мужик-маг так повалили раннера так между тем смотрите он все-таки планирует здесь что-то делать поэтому у нас здесь будет игра надо освобождать вот этих варфов сейфти скорее всего лезть сюда не будет мы его просто отведем назад а мячик он собирается сушить и дальше смотрите колен умнеет с каждым разом и играет все лучше и лучше понимает что и сюда опасно и с таким мувом у скинков в принципе довольно надежно все-таки забрать и просто сделать какую-то такую распределенную игру на последних ходах о блиц кракси гору кракси гор не сдюжил извините о смотрите он еще особо как он сделал интересно это очень интересно хорошо что у него нет гордов могу сказать а и поди так надо потихоньку обдумывать что мы будем делать дальше ты пойдешь скорее всего сюда ты будешь практически 100% делать блиц у этого скинга если ты я его не валю то наш мочуля берет и при помощи этой тушки отходит от вот этой толпы правда он скорее всего практически 100% себя освобождает на следующем ходу у него будет свободный каркси гор мне это конечно не нравится с другой стороны можно конечно организовать здесь такой очень рискованный 1д блок сюда так ладно ты ты встаешь можно потом еще как-нибудь сюда нет сюда не очень хороший вариант ладно ты идешь открыть вот этих двоих и скип по-любому ты делаешь блиц валим кроем зауру этим товарищем мы будем доджится последним действием скорее всего встанем куда-нибудь сюда и будем таким промежуточным сейфити потому что хочет сокрыть все у него зона влияния не такая большая как ему хотелось бы передавать мячик он может только вот этому товарищу его освободить он может только после доджа поэтому далеко мячик отсюда не уедет интересный вариант здесь скорее всего буду блицевать вот этого товарища и если я у меня получится сюда доехать в качестве асиста будет хорошо я смогу опять 1д блоки делать здесь паровозиком таким на что я буду готов потратить рерол наверное на этот додж может быть и не стоит ладно самое надежное действие 1д блок здесь вперед хорошо отлично может быть даже минус 2д блок сделаем здесь нормальный вариант ты остаешься здесь ты доджишь давай молодца так и у нас остаются минусовые 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 кубы стоит ли их делать у нас у нас хороших минусовых кубов в принципе есть только вот этот вот он при своем обломе нет это плохой если он обломается то у меня здесь в один кубик и даже в два куба здесь отсюда отпихивают и у нас свободный завор мне это не нравится так что просто заканчиваем ход и надуемся жизни у нас все у нас все стоят все поле кроет все поле кроет и у него есть блок это хорошо сразу сразу идет блиц это довольно интересно куда же побежит товарищ ага сдается мне кто-то все-таки задумал проходить по флангу кстати если у него сейчас что-то завалится то у нас здесь довольно простой блиц через одно один кубик отодвигания и с одним гфи у нас два куба сталкнул сюда у него есть миллион двухкубовых блоков но все они не сейфовые скинку освободить не удалось дочь все равно придется делать скинку освободить привет дарий нашел колен шестерочку да ради такого случая стрельнул в эпоху уже она все равно не пользуется здесь на середине поля стал немножко попросторнее нас пихают к нашей зачетке ну что даджи слышите как скрипят мозги у коляна он все никак не может решить куда он пойдет на левый фланг или на правый надо было первым додж делать атаку все таки чтобы он завалился ну давай дружище вперед видите он кстати он защитился от блица сейчас если он у него сейчас что-нибудь провалится то у меня уже не будет такого простого блица все таки он решил сюда идти ну давай рерольчик потратил реролл хорошо второй второго реролл то не будет опасно все это у нас есть блиц меченосцев но тоже с кубами так все получилось смотрите теперь 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 нету да теперь нету теперь мы можем только встать стаклом в лицо оппоненту во первых мы всех поднимаем своих какая у нас есть игра у нас есть один кубик взавра после которого мы будем подходить у нас есть блиц куда-нибудь сюда с постановлением в лицо и у нас по-хорошему есть свободный потом меч раннер который куда-то сможет прибежать так хорошего блица у нас уже нету мы здесь только с некоторыми гф и можем встать куда-нибудь но это все рискованно так наш сейфти уже довольно близко стоит поэтому нам его немножко нужно передислоцировать потому что если нас подвинут на линию вперед то он станет в контакт нам это ни к чему можем на самом деле организовать здесь при помощи нашего сейфти но тогда он здесь в принципе может пробежать в другую сторону мы просто нашего тронслейера немножко отводим назад и радуемся что у нас здесь он есть дальше блиц меченосца точнее в этого прикрывающего и встаем в лицо смотрим перочка это хорошо идем и встаем в лицо дальше идут 1d блоки ты следуем идем может быть даже сюда может и нет смотрите здесь в принципе у него если я стану сюда то он сможет меня отодвинуть отсюда вот вот здесь он освобождает два куба здесь он бежит сюда и делает например сюда блиц на одном кубе он сможет меня отодвинуть или он сможет но это много кубов здесь нету таков поэтому в принципе он может даже сюда потом сделать блиц в один кубик убежать если у него все это выйдет если я встану сюда то у него есть передача мячик на 3 плюсы он тогда убежит вот этим товарищем да надо в контакт вставать ставим в контакт здесь по-хорошему надо конечно повалить этого товарища здесь довольно легко крокси гора освобождается делаем вот отлично отлично сюда ну слишком кучковаться не хочется можно здесь даже сделать в принципе торж но я наверное все таки не буду у него сейчас сложная ситуация он должен по идее продавливать меня но если он меня продавит то непонятно будет ему следовать или нет а мне это в принципе устраивает так что давайте заканчиваем все хорошо у него есть здесь освобождение скинка но оно не очевидные преимущества дает пока шестерочка видите он не подходит теперь у меня сейчас будут свободные гномы здесь он должен подойти кстати освободил одного игрока куда он интересно побежит наберем назад блиц в бороду единичка красота блиц в бороду блиц в бороду Давай, переброс. Переброс удался. Пятерочка. Так, ну, у Коляна нет реролов. Уже хорошо. Правда, держится. Скинг еще один освободился. Если у него сейчас будет удачный додж. Хотя ему не нужен додж, ему нужен здесь блок. Он нормально отсюда уходит. Ему, правда, непонятно пока, куда все-таки мячик прятать. Везде опасно. Раннер молодец. Он залепит следующий раунд. По скингу. Любопытно, он на него тратит столько ресурсов. Это положение для мячика мне нравится. Я одобряю. Но крайне сомнительно, правда. Еще здесь с контр-ассистом освобождается два моих гнома, которые могут бежать куда надо. Раскачивает меня на муви. Это как бы сказ о том, что сейфти нужен, потому что он не дает пробегать на свою половину и вытворять всякие непостребства. Так, что мы делаем? Здесь все, конечно, очень интересно. Во-первых, борода встает, держит завра. То есть не поделаешь. Блица в меченосце у нас хорошего нету. Кого нам хочется блицевать? Хочется блицевать вот этого скинга и подойти к нему. Потом с ГФИшечкой можно подойти и встать в лицо меченосцу. Как это сделать? Нам для этого нужен контр-ассист. Для этого придется снимать сейфти. Мне это не нравится, конечно. Мне это не нравится. Есть просто один кубик, но это совершенно не гарантированно нас освобождает. Скорее нет чем, да? У нас здесь не устраивает только единичка. Потом мы можем сделать 2D-блок, и у нас все равно один игрок будет свободный. Это очень рискованно. Это все рискованно. Можно сделать 1D-блок сюда, и нашего сейфти перегнать куда-нибудь сюда, но это тоже рискованно и не нужно. У нас тыл останется неприкрытым, мне это не нравится. Так ты по-любому встаешь. 1D-блок, да? Да, 1D-блок. Уходим из контакта. Одинокий Завр нам здесь пока не страшен. Он, конечно, нас сейчас сядет на нашего Тролл Слеера, но не очень хорошо. Ну да ладно. Зато мы здесь сделаем неплохое сейчас преимущество. Смотрите, сделали. Вполне себе неплохое преимущество. Сделаем здесь 2D-блок. Следуем. Сделаем блиц. Смотрите. О, травма. Красота. Эти 2 ГФИ делаем 100%. И перекидываем. Хорошо. Теперь нам немножко бы по-хорошему спрятать нашего Тролл Слеера. Здесь как-то очень много свободных игроков сразу образуется. Ладно, мы пока ставим тебя сюда, чтобы нас одновременно нельзя было замаркировать. Все-таки спину надо крыть. И здесь надо чуть-чуть, чуть-чуть. Вот желательно с первого же блока положить. Отлично. Можно даже по скинку впилить, в принципе. А можно и не впиливать. Не будем. Мы смотрим, что делают колен. Так, хорошо, что нам удалось выбить одного скинка. Это нам очень на остаток матча поможет. О, отлично. Еще лучше. Смотрите, вот почему я не стал делать этот блок. Реролов нету. Красота. Так. Красота. У нас здесь есть и блиц, и блок. Это хорошо. Давайте начнем сначала с блока. Посмотрим, удастся ли нам повалить. Удалось. Идем следом. Мячик падает не очень хорошо. Но мы это исправим сейчас. Отлично. Подъезжаем. Делаем вот этот блиц. Красота. Едем сюда. Делаем вот этот блок. Отлично. Остаемся на месте. Здесь нас все устраивает. Здесь мы идем... Это у нас порода. Все хорошо. Куда-нибудь, наверное, сюда. Встаем. И ждем. Сокер, там единички выпали у вот этого, по-моему, Завра. На блоке. Колян, в принципе, смотрит на одно из немногих, что может ему как-то помочь. То есть, действительно, это нормальный додж. Только надо делать все-таки... Наверное, все-таки вот этот додж надо делать. Подходить сюда, вставать в контакт с этими двумя товарищами. С блица выпихивает на мячик, и он может как-нибудь отскатыриться, что его не так сложно будет взять другим кинкам. Ну, все это очень-очень мутно. Маленький шанс. Сокер, они у меня бородоперы. Это, в принципе, практически то же самое. Находит пятерочку. Мочуя получает щелища. Вот, видите? Смотрите. То есть, он сделал то, что ему дает хороший шанс сейчас. Он может и мячик поднять, и сдоджиться. То есть, нормально. Нормальный шанс он себе сделал. Это, конечно, все равно 3 плюс-3 плюс, но, блин, если у него сейчас это получится, то он и забить может. Вот, несмотря на то, что у меня сейчас неплохие кубы. Вот, видите? Смотрите. Он сейчас, если поднимет, у него довольно простой пробег по флангу. У меня, конечно, здесь есть сейфти все равно. Это опасно. Но, не менее, видите? У него даже свободный краксигор сейчас есть. Правда, ему не скрыться от моей бороды сейчас. Нет одной. Ему нужно еще здесь додж сделать, чтобы все отлично было. Вот, стоять, давай. Ты должен сейчас упасть и... Не знаю, помереть. Все получается. Ну, я надеюсь, что, да, Колянова не заметит. В принципе, у меня здесь есть 2D-блок. Ну, нет у него, на самом деле, сейчас хороших мест, где я мячик спрятать. Как бы он не старался. Все равно везде мои добегают. Либо воздвигушка, либо могуч догонит. Попробует выбить мячик. По крайней мере, хотя бы так устанут. Эти тяжелые раздумья. Туда или сюда. Туда или сюда. Здесь плохо. Тут еще хуже. Нет, там хуже. Да. Как-то даже... Просыпается сочувствием. Дарья, рискованно. Все-таки, станьте игроки, а не минус 1 на пас имеют. Тяжеловато. Так, что стоит сделать? Во-первых, мочуля все равно встает. Вставлю ли остается, где он и есть. Именно там нормально. Наверное, у нас... Здесь, на самом деле, можно сделать 3 куба, кстати, по мяченосцу. Может быть, стоит это сделать? Если получится. Может и нет. Если мы сейчас валим этого Завра, то у нас есть 3 куба в мяченосце. Давайте попробуем. Может быть, сейчас, конечно, мячик вылетит за поле, но... Нам это почти на руку оказалось. Так. Мочуля. Точнее, это вставлюля. Идет на него смотреть. Делаем 1D-блок здесь. Нас это устраивает. И бежим его подбирать. Даже с 2 мега фей, потому что мы хотим еще забить в этот тайм. Рульчик у нас еще есть, если что. Подняли. Хорошо. У нас может забить следующий ход, если что, наш... Окейушка. Ну, не следующий ход, но, я имею в виду, хороший шанс имеет забить. Так. Только у нас здесь свободный Краксигор. Как-то это не очень хорошо. Ладно, нормально все. Крайне мере, ему уже будет очень сложно забить. Блицевать ему некем. У меня стоит здесь... Вставлюлю, в принципе, с... С Даунфлисом. Он сейчас может... Этого Краксигора убрать. У нас здесь даже реролл на какой-нибудь пасс, например, ему. С другой стороны, опять же, у Коляна все равно есть шанс забить. Так все просто. Хорошие кубы опять. Так, организуемся. Ты идешь... Вот сюда помогать. Чтобы, если у нас Даунфлис завалился, у нас хотя бы один кубик был. Правильно? Правильно. Ты идешь держать... Завров. Хорошо. Ты продолжаешь держать скинг. Отлично. Ты идешь, держишь вот этого скинга. И заодно делаешь нам здесь какую-то защиту мячика. Ты у нас идешь сюда. Давай ассист под Тролл Слэйра. Вы остаетесь. Все в порядке. Здесь нам нужно сделать этот блок. Давай. Отвозим его сюда. Не очень удачно. Так, давайте подумаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Та же самая ерунда. Едем сюда. Смотрим дальше. Что у нас дальше? Откуда нам выгоднее сделать пас? Вот, в принципе, белый пас мы можем сделать отсюда. У Коляна остался последний ход, поэтому он нам заносит вот этим скингом, если ему повезет. Прикрыть мы его не сможем. Ладно, вот это сэйфовое действие более-менее. Перебрасываем. Сейчас ответственный момент. Давай, вот это ГФИ. Вот это ГФИ. Коротенький пас. И в закат. Все, живем. Сейчас у него есть Блиц скингами, в принципе. Но кубов очень много надо кинуть. Может быть, он сейчас предпочитет просто шанс на выбивание мне кого-нибудь. Отлично. Ставлю ее на поле. Ставлю на молодец. Да, видишь, стокер парни стараются. Тот показывает. С очень маленькими шансами, опять же. Кстати, здесь даже есть гипотетические шансы забить, между прочим. Просто микроскопические, но они опять же есть. Здесь можно в минус 2 куба выбить мячик, вот этим скингам подобрать, отдать длинный пас. Если не хватит даже на скинг, можно отдать, например, вот этому Завру длинный пас. Он его принимает, доджится и дает вкладочку. Канал с 2 мега фейнгол. Вот я вот за такие шансы, в принципе, блокболу люблю. Ты понимаешь, что это нереально, но... Ну, это, интересно, возможно. Раздает пощечины. Сокер, пожалуйста. Мне не жалко. На самом деле, я начал стримить не потому, что, как бы, не знаю, хочется какого-то внимания, а на самом деле, это свои же мысли приводит в порядок, потому что ты играешь, когда быстро. Вот опять же, помните, Ситар всегда говорит, что вот, видите, человек играет быстро. Это значит, что он играет, скорее всего, плохо. Это очень характерно, например, и заставляет думать. Ты сам же, например, на стриме свои действия объясняешь, и сам лучше из-за этого играешь в итоге. Время на то, что ты тратишь больше действий, конечно, на это все. Время, конечно, идет. Ты думаешь, больше. В итоге это все равно для тебя полезно. Ну что, жадные блоки, товарищи. Давайте раздадим жадные блоки. Все хочется, чтобы вот этот скинг на второй раунд у нас не оставался. Поэтому давайте его выпихнем. Выпихиваем этого скинга и заносим. Ну, можно и так. Скинг довольно крепкий. Больше мы ничего хорошего сделать не можем, поэтому просто заносим. Так, мы защитились в 1-0. Теперь наша атака. И у оппонента нет скинга. Еще один завор у него с колоколами валяется. Сейчас посмотрим, станет он или нет. Тайм. Завор валяется. У нас солидное такое преимущество. Давайте его реализовывать. Недолго думал. Аля. Лосс попробуем. Все равно у нас есть все-таки даунтлисы. Будем их тоже использовать. Так. Перфект дефенс. Боимся мы или мы перфект дефенс? Мы его не боимся, поэтому ставимся на линию. Раннер у нас здесь. Скинга 3. Из-за того, что 3 скинга, мы все-таки оставим одного бороду. Просто на всякий случай здесь. Чтобы, если даже у него был какой-нибудь блиц неприятный, чтобы она у нас была здесь доступна. Погнали. Квикснап. Квикснап это очень неплохо. Двигаем всех вперед. Мячик можно попробовать поймать. Давайте. Если выпадет куда-нибудь сюда, то будет тачбэк. Отдадим его назад. Если нет, то спрячем его за спину сюда. И этих ребят мы подвинем даже немножко сюда. Потому что мува здесь не очень много нужно обратно, чтобы подойти, если он вдруг окажется где-нибудь здесь. У нас здесь вот эти два товарища вполне себе мячик засейвит. Если выпадет, то тачбэк. Хорошо. Так. Можно еще, конечно, вот этого товарища сюда. поставить. Тогда у нас будет халявный блок. Но не будем. Не будем слишком сильно инвлекаться. Так. Целим мячик сразу здесь. Целим мячик. Сразу, скорее всего, здесь. В чем у нас загвоздка? У нас, если мы возьмем мячик, нам придется здесь хорошенько себя защищать, потому что нас могут ненароком здесь выпихнуть. Может быть, лучше всего поставить товарища здесь. Давайте, да, я так и сделаю. Подбираем мячик, а этим парнем отходим туда, где будет полезнее после того, как мы мячик подберем. Может быть, мы даже сделаем сразу гуфы. Я еще пока не решил. Непонятно. Потому что, может быть, даже мы на этот раунд и подбирать даже не будем. Может быть, просто встанем сюда. Потому что, если вдруг мы завалим подбор, мячик может улететь к оппоненту. Мы перейдем к защите. Да, вот стокер правильно говорит. Так, поэтому давайте сейфовых блоков начнем. Этого Завра давайте займем. Ты у нас будешь занимать вот этого Завра. Потому что у нас все смещается на другой фланг. Син. Да, двухкубовки безопаснее. Сделать. Но для этого нам нужно подводить ассисты. Чтобы сделать. А как бы... Ноги короткие. Все ассисты неудачны. Их нужно как-то извращаться делать. Поэтому делаем как можем. Так. Этого товарища нам все равно придется перекидывать. По-хорошему его надо куда-нибудь сюда перекинуть. Нам нужно вот этого товарища освободить. Можно сделать сюда блиц в один кубик. Давайте. Увозим его сюда. Делаем кубик сюда. Делаем кубик сюда. Хорошо. Теперь у нас есть два куба в принципе в Кокси Гора. Таким вот образом. И мы подбираем мячик. Хорошие два куба в Кокси Гора. Могуч вставил. Такое могучее запястье. Куда-то в глубины. Кокси Гора и он улетел. Так. Двигаемся немножко сюда. Этого товарища оставляем где есть. У него есть все равно выталкивание в минус два куба. Но это перестаклы. Я сомневаюсь, что он будет это делать. Простого прохода у него. Здесь я вот этим действием. Почему я это сделал? Чтобы у него не было простого прохода через блиц в этого парня. Потому что если он его валил, он спокойно заходил бы в тыл. А сейчас он может атаковать только с этой стороны. А мне это довольно-таки выгодно. Я его буду к кромке прижимать сейчас. Если он будет вплотную подходить, у меня тут будут нормальные кубы. Я буду его класть в кромочке. Это опасно. Тинх, почему я не бил с неудержимостью? Потому что неудержимость по четвертой силе. Ну вот это вот безумие. Саундлес. Это два плюс. А побегают три плюс. Три плюс делать опаснее, чем два плюс. Плюс, если я делаю два плюс по... Вот этому пазаврам, да? У меня все равно один кубин был. Так что это выгоднее. То есть менее рискованно. А если я валил даунтли с неудержимостью, мне нужно много-много ассистов, чтобы хотя бы один кубин был. Мне кажется, это надежнее. К тому же у меня сейчас троллслейры стоят там, где я хочу. Чтобы они стояли. Они не должны стоять рядом друг с другом. Они должны крыть более-менее разные участки поля. Здесь борода очень удачно занимает Завра. Мы будем обратно подходить, держать. Если он, конечно, за нами не пойдет. Я думаю, пойдем. Не, не пойдет. Мы встанем вот здесь. И он будет с нами разговаривать. Хороший размен. Что мы будем делать дальше? Дальше нам нужно по-хорошему освобождать троллслейра. Но он освобождается в один кубик. Поэтому мы освободим, наверное, вместо этого блицера и поставим его назад. Когда-нибудь сюда. На всякий случай, если мы мячик потеряем. Потом будем ассисты подводить сюда и разбираться с этими Заврами в один кубик, скорее всего. Для этого, правда, ГФИ придется делать неприятно. Поэтому начнем с СФО Блоков. Начнем вот с него. Кстати, у Колян молодец. Смотрите, у него, несмотря на то, что здесь была куча таклов, он все равно все прокинул. И теперь у меня гораздо сложнее все. Сейчас у меня все далеко не так просто, как могло бы быть. Хорошо. Завра мы теперь не трогаем. Нам важнее, на самом деле, схватить за штаны скинга. Мы занимаемся этим. Мы можем, кстати, потратить блиц на этого скинга. Это освободит нам дорогу. Мы встанем сюда ассистом. И у нас все равно будет здесь один кубик. Если мы повалим завра, то мы потом даже еще и бородой встанем. С другой стороны у нас есть блиц вот этой бородой. Тогда у нас просто открытая дорога здесь. И мы просто берем и проходим. Это тоже отличный вариант. Знаете, что мне этот вариант нравится все больше и больше. Но это один кубик. Здесь две единички и у нас проблемы. Поэтому надо подготовиться. Готовимся. Тоже один кубик. Ты идешь сюда. И по-хорошему должен подойти сюда. Здесь по-хорошему есть два кубика, потом один кубик. Довольно опасно. Но это не так опасно, как здесь. Давайте попробуем. Даунтлис не сработал. Единичка выкинулась. Здесь мы пики перекидываем две единички подряд. Нам не нравится. Хорошо, что две единички ушли не на вот этот блиц, а на даунтлис с единичкой. Это очень здорово. Разгружаем. Можем, в принципе, просто подняться, сделать 2D-блок вот сюда. Но если мы его не положим, то мы просто закроем себе на проход. Это некрасиво. Поэтому нам вот эту бороду, на самом деле, надо подвести обратно сюда тоже. Подстраховаться по-хорошему. Может быть, лучше даже и сюда его подвести. Понятно, что делать с этой бородой. Давайте назад ее. Поезд. Давай вот этот балл-блок. Блицера уводим тоже на... Подстраховку куда-нибудь сюда. Пусть стоит в центре, на самом деле. Он здесь может, если что, в любом... В любой точке поля помочь. И здесь делаем этот блиц. Стрелочка нас устраивает. Идем следом. Ты тоже бежишь. Ты бежишь сюда. Одиноких скинков мы не боимся. У них... Они все под таклом, если что. Все. Пуф, почти... Почти не успел. Так, у нас, конечно, не самая классная ситуация сейчас. То есть, здесь... 3+, 3+, это 1-д-блок. Есть скин, который может предпринять мяч. Но у нас здесь, в принципе, народ весь стоит там, где надо. Ему сложно от него избавиться. У него, в принципе, свободный гроб только один. Вот этот. А он сам по себе никуда не добежит. Тут на зону влияния хорошее. Здесь у нас тоже довольно хорошее с 2-мегов изумление. Вообще, куда угодно мы добегаем. Все скинки под таклами. Ну, один такл довольно легко снимается, но... Это опять все равно кубы. Мы даже с одним гуфой можем забить на следующий ход. А у меня. А-а-а. 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 А-а. Так, один такл сняли. Пять-шесть это неплохо. Еще одна шестерочка ушла. Сейчас, правда, шаманизм уже начинается. Здесь вполне может быть еще там десять шестерок подряд. Один кубик. Ну, давай. Давай. Посмотрим. Мне кажется, шансы этого меньше, чем попытаться просто ударить в один кубик. Может быть и была, наверное. И я, если честно, не видел. Рерольчик? Нет? Без рерольчика, хорошо. В принципе, немножко грязи и все неплохо у Коляна. Надо спасать нашего меченосца. Как это сделать? Самый простой способ это подвести сюда ассист. Ассисты. Ну что, рерольчик, наконец? Да нет. Так, не стал рерол тратить. Хорошо. Какой ассист мы можем подвести ассист проще всего? Мы проще всего можем сделать блиц вот в этого Завра. Потом взять и тратить с лейером подойти вот сюда. Здесь мы делаем сюда просто блок. И просто стоим. Потому что нам хорошо. Этого товарища мы поднимаем. Этого на всякий случай оставляем здесь. Ты идешь сюда. Ты, кстати, что с тобой делать? Ты идешь сюда. Может быть, мы даже с тобой здесь делаем один Д-блок. Ты делаешь блиц. Терочки. Это хороший блиц. Идем сюда. Делаем блок. Единственный минус вот этой затеи это то, что он здесь на минус кубах может меня все равно вытолкнуть. Это опять же минус кубы. Минус кубы это фантастика. Я об этом знаю. Правильно? Штурочка. Штурочка это хорошо. Крепкий скинк. Конечно. Так. И у нас есть еще кубы. И у нас есть даже два Д-кубы. Может ради этого даже, наверное, сейфти уберем. Грех. Грех два Д-кубы не делать. Ну да, это двойные минус кубы, но в отчаянном положении отчаянные средства. Знаешь, вот ему здесь устраивают стрелочки на самом деле. Что здесь стрелочки, что здесь стрелочки. Будет двойка единичек, он меня выпихнет. Я надеюсь, конечно, что нет, но вероятность есть. Или он может на самом деле здесь с доджа сделать опять один кубик. Помеченос. Додж. Додж и один кубик. Почему нет? Ну, вот так тоже. Я, правда, сейчас его выпишу, если у него не получится. Прижем. Твоечка. Так, ну забиваем, наверное. Чего тянуть-то? Точнее, мы сейчас сделаем два Д-блок. Начнем, наверное, даже сбыться. Сейчас раздадим по щам и забиваем. Возим его совсем. Этого парня даже, в принципе, не поднимаем. Нам здесь просто блок по нему не особо нужен, если вдруг у нас что-то здесь провалится. Так, кто-то кого-то. Здесь будет сейчас хоровод из блоков. О, можем выпихнуть, на самом деле. Давайте выпихнем. Ну, так сложно ничего. Бить больше некого. Забиваем. Тин, а зачем фалить, когда у тебя уже тотальное преимущество? Ну, только портить команду оппонента. Ну, зачем? Ну, на самом деле я не вижу смысла. Запасных у меня нету. Преимущество у меня уже есть. Как бы больше шансов, что фалл он даст тебе, наоборот. Точнее, оппоненту преимущество. Если тебя выгонят кого-нибудь, то я бы сейчас был, смотри, у него все встали. Если бы мой фалл не прошел, у меня был бы минус один игрок. Мне кажется, что важнее сейчас их просто сохранить. У нас тут на лосе никого нет. Думя СПП. Лучше его поменять. Думя СПП. Думя СПП. Ну, Адан-то поздравляем. А Адан с кем играл? Я, если честно, не помню. Сейчас я, наверное, сам даже посмотрю. А, Адан с Огром играл. И он победил, то есть... А в двух матчах или в одном? Я не помню. Уже я не слежу за другими матчами. Не подскажете? А в первом матче у них какой был счет? Красиво, конечно, нарисовали зауров. Такие все симпатичные. Тут с золотыми рогами у этого какие-то перья торчат. Колен опять хочет развивать атаку через фланг. На этот раз у него завров побольше и мячик у него в руках. Посмотрим. Не боится, что я выпихну у него завра. Очень зря, между прочим. Потому что я его выпихну. Это я не пойму. А как Огр мог выиграть обе, если у меня написано, что Огр играет с Адантом? Или я что-то не то понимаю? Так, хорошо. Делаем смотрение на мяч. Просто без шансов. Просто смотрим на него. А, Огр с Бобби играл? Так. Могуч у нас идет разговаривать с Ауром. Мочуля у нас идет сюда. И идешь давать ассист. И у нас идешь в глубокий тыл. Может быть не такой глубокий. Вы найдете сюда, чтобы и мячик мог подобрать, если что. И прикрывал тоже. Блицер занимается тем же самым. Второй идет сюда. Сейчас выпихиваем этого завра. С одной гафишечкой встаем сюда. Сначала сделаем, да, двухкубовый блок. Сюда. Отлично. Травма. Какие-то гномы это вообще хорошо дерутся-то сегодня. Лучше некуда. Может быть даже вот это ГФЕ лучше сделать. Но у нас сейчас сначала надежнее вот это сделать. О, нафиг. ГФЕ я боюсь кидать. Но если у нас в дворе роллы, то можно и покидать, в принципе. Почему бы и нет. Выпихнуть не получилось. Идем сюда. И перебрасываем. Если не получится. О, отлично. У нас все получается. Все замечательно. Идем смотрим еще на мячик. Все, великолепно. Пнуть нас на мячик чрезвычайно сложно сейчас. Сложно, но, ну, как бы, можно, конечно, но очень сложно. Для этого нужно два ассиста. Он может вот здесь два ассиста сделать, пнуть на мячик и там ждать скаттера хорошего. Но хорошего скаттера не будет. Слишком много у меня здесь людей. Он, конечно, может сейчас два куба организовать. Там, да, по двум гномам тоже встать на мячик. Но у моих-то здесь тоже стоят. Их станет сейчас еще больше. Ну, ходит пятерочку. Так, тролл-слейеры не повалили. Поэтому у меня есть неплохая игра толкания на мяч сюда. Здесь надо встать, одним из бороды куда-нибудь прикрыть, чтобы не было хороших модификаторов на поимку мяча у оппонента. И смотреть просто, если он отскаттерится. Он, в принципе, куда бы он не отскаттерился, мне везде хорошо. Хотя вот здесь, в принципе, колен решает, что ему то же самое не повредит. Терочка. Нормально. Так, мячик падает, падает, падает. Как нельзя, более лучше для нас. Чудесно, чудесно. Мы отталкиваем, подбираем, и все хорошо. Пятерочки. Завры в полную силу начинают играть, только если им хотя бы один, как минимум, взять брейк-такл на Завры. Потому что их просто чрезвычайно легко марчать. Ты у нас встаешь. Ты у нас... Ты у нас. Ты у нас встаешь. Ты тоже встаешь. Ты у нас выпихиваешь Завра. Ну, нет. Нам один кубик тоже нравится, но не такой. Давай, другой кубик. Сюда. Так. Куда мы будем блицевать? Блицевать будем вот у этого Завра, чтобы нормально взять мячик. Нам здесь не хватает такла. Нам нужен такла побольше сюда. Где его нам не хватает? Наверное, побезопаснее сделать это место. Отведем его немножко назад. Хорошо. Ты делаешь блиц. Хороший блиц. И остаемся. Берем мячик. И отходим сюда. Это не самое безопасное место. Здесь довольно легко его отбежать. Но это самое лучшее место, что есть. Можно так сказать. Можно, в принципе, организовать додж и сделать вот так. Регролов у нас нету. Это место не критичное. Но не хочется. У нас, если что, здесь будет свободный гном хотя бы вот этот вот. Так что, в принципе, нормально. Лишний риск здесь ни к чему. Чудесно. Самая прелесть вот этой ситуации в том, что для того, чтобы нормально атаковать сзади, ему придется очень сильно открыть перед. Поэтому, если ему вот так атаку у него не удастся, мы просто проходим вперед как себе домой. И у него сейчас дизавр опять под выталкиванием стоит. Хорошо уже не стоит. Так вот здесь все равно есть. Режел всего лишь один. У нас, кстати, всего лишь два хода. Поэтому нам нужно сейчас... Если мы хотим забить еще раз, нам нужно делать ГФИ. Ну, какой интересный додж. Перебросов уже не осталось, к сожалению. Чего не поделать. Нам, правда, сейчас немножечко закрыли проход вперед. Ты встаешь. Но это нам не помешает. Мы сейчас все это исправим. Отвозим завра назад. Здесь шансы неплохие. Кубовый блок. Довольно, конечно, рискованно, но... Не так, чтобы уж совсем. Так, ты... Делаешь вот этот блок. Вот получается. Ты делаешь вот этот бриц. Неважно. Неважно. Нам по-хорошему нужно оба делать. На самом деле. Делаем оба. Подводим сюда Блицера под неожиданности. И чтобы Блицом снять вот этого скинка, если он к нам прилипнет здесь. Здесь мы... Можем сделать, в принципе, одинный блок. Я думаю, сделаем. Потому что все равно есть шанс, что он здесь доджит. Нет, так нет. А один все равно здесь остается, поэтому все в порядке. Еще по плану было выпихивание на красных кубах вот этого завра, но... Был на самый последний момент оставленный. Поэтому не получилось, ничего страшного. Не критично. Сейчас, видимо, опять будет додж в один кубик. И почему вот так? С этой стороны. Не, не будет. Меня все время это радует, что вот я... Думаю, что сейчас будет что-то опасное. А вот хоп, и нет. О, опасного нет. Так, отлично. Давайте сделаем более-менее сейфовые кубы. Выпихивать не будем, опасно. 2D-блок. Хорошо. Потом 2D-блок сюда. И забиваем. Один гаффи нам надо сделать. Все, выиграли. И остается раунд на месть от Коляна. Звук. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Блоков чуть-чуть больше, чем у оппонента. На пробои нам везло больше, потому что мы с кинков тоже били. Но, конечно, травмы были в основном на Заврах. По СПП много заработали. 3.0. Прилично. Продолжение следует... Не хочется считать. Не хочется считать. Подустал. Мы ждем валидации. Вот такие дела. Останавливаем запись. Продолжение следует... Продолжение следует...